Всем привет! Меня зовут Артем Маланин и в эфире программа для самых маленьких телезрителей. И сегодня, как всегда, вас ожидает много интересного и увлекательного. Забегая немного вперед, мы получим ответ на вопрос от нашего телезрителя. Узнаем у малышей из детского сада, что такое счастье, и послушаем стихотворение про бабушку. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Что такое счастье? У каждого человека свой ответ на этот вопрос. Абсолютным счастьем для одних является спокойная жизнь. Другие ищут свое счастье в интересных занятиях, поедание чего-нибудь вкусненького. На самом деле, счастье – это волшебное чувство, которое возникает у человека. И в этот момент его переполняют чувства радости и искреннего восторга. Он словно светится изнутри. Интересно, а что нам дети из детского сада «Русалочка» расскажут о счастье? Происходит что-то хорошее. То, что получается когда-нибудь, что ты для этого не можешь сделать. Счастье – это когда ты рад. А когда ты грустный, у тебя улыбка вверх ногами. Мне для счастья нужно всего лишь одно мороженое. Счастье – это то, что ты радостный, что ты не болеешь, что тебе можно гулять. Я счастлива, когда гуляю на улице и на замке. Счастье – это когда, например, машину купи, ебан у кого-то дезозрение. Что же дает нам ощущение счастья? Многие думают, что счастье – материальное благосостояние. Но тут ждет разочарование. Ведь счастье нельзя измерить в деньгах. Его нельзя подержать в руках. Это просто особое чувство, зарождающееся глубоко в сердце. А теперь время следующей рубрики. Открываем таланты и показываем творческие номера. На очереди детский сад «Брусничка». И очаровательная девочка расскажет нам стихотворение. Давайте скорее смотреть. Меня зовут Саида. Мне 5 лет. Я люблю учить стихи. Я знаю про бабушку, про кота, про листики, про осень. Мне учить стихи помогает в садике. Я Маша и бабушка тоже. Мы очень с ней похожи. Мы любим ватрушки и булки, и песни во время прогулки. Мы в нашей вельной машине шьем платья для куклы в полинке. И когда именин, мы валим капот из малины. И клепко целуем друг другу и дарим друг другу игрушку. Я Маша и бабушка тоже. Мы с ней очень похожи. Она у меня не старушка, а лучшая в мире подружка. Напоминаю, вы смотрите программу «Мир глазами детей». И сейчас время узнавать что-нибудь новенькое. Вы готовы? Свой вопрос задает Роман Матюшкин. Я Роман. Мне 7 лет. Я учусь в 3-й школе, 2-й, Б-класс. У меня есть вопрос. Почему снег белый цвет? Почему он не синий, он не красный, он не голубого? Роман, я тебе сейчас отвечу на твой вопрос. Дело в том, что каждая снежинка, она состоит из огромного количества кристалликов. И имеет огромное количество граней. И вот цвет отражается от каждой грани многократно. И в результате получается вот такой белый цвет. Снег образуется, когда вода, находящаяся в атмосфере, в виде пара, замерзает. Получаются чистые прозрачные кристаллы. Движение воздуха заставляет эти кристаллы летать вниз и вверх. А потом они соединяются друг с другом. И когда кристаллов собирается слишком много, они падают на землю в виде снежинок. Все запомнили? Субтитры подогнал «Симон»